Музыка Спортивная гимнастика – олимпийский вид спорта. Зрелищный и красивый. Каждое движение спортсмена – особый вид искусства, которому обучается с малых лет. Изящные трюки профессионалов своего дела способны заворожить любого своей грацией и пластичностью. Любой спорт травмоопасен, а профессиональная гимнастика занимает одно из первых мест среди травмирования спортсменов. Существует достаточно много эффектных акробатических трюков, впоследствии получивших суровое клеймо «Запрещено» именно из-за высокого риска страшной травмы. Сегодня рассказ об одном из запрещенных элементов – петля Корбут. Ольга Корбут – суперзвезда мирового спорта. Четыре золота игр, невероятная харизма, популярность по всему миру, восковая скульптура музея Мадам Тюссо. Но наследие Корбут – не только титулы и образ «Чудо с косичками», как ее прозвали после Олимпиады 1972 года, а еще и революция в спортивной гимнастике. Петля Корбут – один из сложнейших элементов гимнастики, первый в мировой истории спортивной гимнастики обратный свободный элемент, выполненный на брусьях. Во время данного элемента гимнастка встает на высокую часть разновысоких брусьев и делает сальто назад, цепляясь руками за верхнюю перекладину брусьев. Назван в честь Ольги Корбут, впервые успешно исполнившей данный элемент. Ссылка на полное видео внизу под роликом. Черновик петли возник случайно. На тренировке юная Оля встала на верхнюю перекладину и сделала сальто, вернувшись на ту же жерть. «Я всегда была креативной, мне было скучно постоянно делать одно и то же», – признавалась Корбут. В течение пяти лет Ольга и ее тренер Ринальд Кныш оттачивали трюк, а впервые показали на чемпионате СССР в 1969 году. Несмотря на пятое место, 14-летняя гимнастка вошла в историю. Петля стала первым обратным свободным элементом, выполненным на брусьях. Обратите внимание, как близко друг от друга располагались брусья во времена Корбут. Сейчас не так. Современные гимнастки делают оборот на одной из жердей с прямыми ногами и не задевают вторую. Вот как далеко со временем развели брусья. По сути, это уже упражнение на двух перекладинах. Сама Ольга Корбут вспоминала. «Петли я всегда боялась. Да-да-да, даже освоив ее до автоматизма, я всегда до самого последнего дня в спорте подходила к брусьям, и сердце мое проваливалось в преисподнюю страха. Ватные ноги, головокружение, тошнотворная слабость». Корбут очаровала мир в 1972-м на Олимпиаде в Мюнхене. Эмоционально и непосредственно она выделялась на фоне сдержанной советской команды. Ее улыбка и задорная прическа с хвостиками моментально влюбляли. Газеты называли ее советским цемпленком, воробушком, и писали, что она запрыгнула в сердце публики. На играх 1972 года не обошлось и без разочарования для Корбут. 28 августа победой сборной СССР завершился женский командный турнир. Тренеры отпустили девушек на прогулку по городу, вспоминает Кныш. Но на следующий день Ольга не пришла на тренировку. Ни утром, ни вечером пропустила и занятия 30-го в день многоборья. Оказалось, на прогулке ей продуло спину, и она испытывала сильные боли. Вечером на соревнованиях Корбут собралась и три снаряда прошла уверенно. Подвели брусья. На коронных упражнениях Ольга сорвалась. Потеряла больше двух баллов из-за грубой ошибки, и это стоило ей золото. Рыдание 17-летней гимнастки видел весь мир. На следующий день Корбут реабилитировалась. Золото на бревне и в вольных, а петля принесла еще и серебро на брусьях. После игр 1972-го об Ольге снимали художественные фильмы. Ее звали в турне по США, признавали спортсменкой года в Штатах и Великобритании. А умопомрачительные элементы ассоциировали только с ней. Хотя соперницы порой не уступали в сложности. На последовавшее за играми в Мюнхене десятилетие, петля Корбут стала супервостребованным трюком. Конец 1970-х, пик популярности петли. Многие исполняли жуткий трюк, некоторые еще и усовершенствовали. На чемпионате Европы 1977-го года другая советская гимнастка Елена Мухина исполнила петлю Корбут, добавив винт в сальто. Этот фокус впоследствии назвали петлей Мухиной. А Лена Мухина сумела усложнить даже уникальную петлю Корбут. Три года спустя перед Московской Олимпиадой Мухина не проходила в сборную из-за травм. И ее лагерь пошел в вабанг, усилив программу вольных упражнений мужским элементом – сальтом Томаса. На сборе перед играми Елена исполняла программу, но не докрутила сальто и упала на ковер. Падение обернулось для 20-летней спортсменки переломом шейных позвонков, который привел к полному параличу. Из-за того, что Мухина регулярно исполняла петлю Корбут, многие ошибочно полагают, именно на этом элементе гимнастка получила ужасную травму. Но нет. Кстати, вскоре женщинам запретили сальто Томаса. В 1980-е спортсменки выполняли петлю Корбут на нижней жерди. А вот еще одна модификация от Бергит Зюс из ГДР сальто вперед. В 1980-е спортивная гимнастика значительно изменилась, и петле Корбут не нашлось места в новой конфигурации. Измененные правила запрещали вставать ногами на жертв, чтобы во время выступления не было пауз. А жаль. Было бы интересно посмотреть, как его исполнила, например, Симона Байлз. Гимнастика осталась без петли Корбут, но ее супер-трюк подтолкнул спорт к развитию. И хотя появлялись куда более сложные прыжки и перелеты, вряд ли они сравнятся по статусу с петлей, невероятно зрелищной и будто отменяющей законы гравитации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова